Музыка Один день из жизни в Индии начинается с того, что я просыпаюсь, чувствую прохладный и свежий воздух, который доносится прямо с моря, потому что наш балкон идет с видом на море. Сверху у нас кружится вентилятор, я его не выключаю на ночь. Готовлюсь к нашему привычному завтраку на балконе, начинаю обудить ребят, а также смотрю, что же мы все-таки принесли со вчера. У нас есть интересная вода под названием Лимка, которая производит Кока-Кола. Это такая прикольная смесь лимонной с лаймом воды. У нас такое, кстати, вот в Украине я не видел, что продавали. Очень вкусное. Вот просто вот постоянно ее покупали. А еще если купить двухлитровую, по-моему, бутылку, то в бонус дают одну бутылку с чистой водой. Вот так вот. Ну, нужно опять-таки спрашивать. Кстати, на бутылках об этой акции так и написано. Там есть фотография, что покупаете большую и маленькую еще в подарок. На завтрак у нас куплены мной со вчера ананасы, цветная капуста, а также рис и овощи. Все это приготовленное Габриэль с любовью. Сразу после завтрака внезапно выключается Wi-Fi. И я как раз собирался немножко поработать и ответить на письма. Поэтому я быстро собираюсь и отправляюсь в ближайшее кафе, чтобы посидеть красиво за столиком, посмотреть на скалы, послушать море, покушать всяких вкусняшек, а также проверить почту. Конечно же, чтобы дали Wi-Fi, необходимо что-то заказать. Я решил заказать местную курицу с приправами, всяческими соусами, а также пиво Kingfisher. Тогда порой от Wi-Fi стал доступен. Эти пиво подают в таких больших бутылках 650 мл. Это довольно непривычный объем для нас, потому что наши бутылки это пол-литра стеклянные. Но пиво у них вкусненькое. И всего от самой популярной сорта это Kings и Kings Fisher. Довольно легкое, светлое пиво. Наконец-то принесли еду, довольно-таки быстро. Оказалось, это курочка, очень вкусно прожаренная. И на удивление подали такую же самую картошку, точно такой же салат и лайм. Вот такие, как мы кушали несколько дней назад в соседней кафешке. Также принесли еще острый зеленый соус. Неизвестно из чего, но там как будто присутствовал то ли ментол, то ли мята. И он офигенно сочетался с этой курицей. Хорошо покушав, я отправился на пляж встречать сансет. Именно встреча сансета, встреча заката, встреча того, даже я бы сказал, это провожание солнца в море. Именно в Индии солнце садится в море. И вот это вот провожание солнца в море называется встречать сансет или провожать сансет, не знаю. Местные, в общем-то, имеют такую традицию. Это самое красивое время именно на пляже. Как только я вышел на пляж, я уже увидел, что там Габи и Муслим занимаются капуэрой, а также акробатика. И решил присоединиться к ним. Что, подержать? Да, на поне солнце какая-то. Не смотришь. Ну, кстати, прикольно, да. Ну, кстати, ну. Блин, чувак, тут надо аккуратно. Вот так. С Муслимом и Габи я потренировался делать колесо по капуэристке. Оно называется Ауагуле. И, напрыгавшись вдоволь, отправился все-таки заниматься своим любимым делом. Мое любимое дело это купаться в Воровийском море. Оно очень теплое и с большими волнами. Да еще и на закате. Отлично просто. Хорошее завершение дня. А в следующей серии я расскажу, что еще можно делать в Индии, в Арамболе, куда можно пойти, чем заниматься, что и сколько стоит, какие цены, какие люди и какое там хорошее настроение. До новой серии. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я подумал, что это будет очень полезно для меня, ведь от работы за компьютером у меня сильно болит спина. Считается, что баба имеет свойство лечебного массажа и почему бы не посетить его, а вдруг поможет. Позже я схожу к бабе и расскажу, как это было. Приехав в Индию и увидишь, что вокруг все ездят на мопедах, я загорелся идеей научиться водить байк или хотя бы для начала мопед. Чтобы это сделать, необходимо найти того, кто сдаст в аренду мопед на полдня или хотя бы на день. И того, кто научит нас водить этот мопед. Короче, мы выбираем, какой нам нужен мопед. И мы не знаем, какой. Может быть, красный. Целый день поисков того, кто сдаст нам в аренду мопед, да еще и научит на нем кататься, не увенчался успехом. К сожалению, все нам отказывали, когда узнавали, что водить мы не умеем. Да и если бы мы даже сказали, что умеем, мы бы мопед не сдвинули с места. Потому что там есть определенная хитрость для того, чтобы поехать наконец-то. И мы решили вернуться домой и посмотреть уже YouTube. И точно по урокам каким-то вождения мопеда прийти и с умным видом сказать, что у нас есть уже навыки и что мы можем свободно водить. Но судьба была к нам благосклонной и все решила само собой, но не в этот день. Об этом тоже будет позже. Также в Арамболе есть очень интересное место, называется Дабл Дач. Это такая кафешка под открытым небом, где продаются всякие тортики и вкусняшки, которые можно там же попробовать, покушать, посидеть, пообщаться. Там очень много русских. Кстати, в тот день, когда мы заходили, оказалось, что была еще и барахолка. На этой барахолке продают русские, в основном русским, всякие нужные и ненужные вещи, безделушки, одежду, книжки, сувениры. Можно походить, пообщаться, поколупаться в этом всем. Да еще и свое положить, подарить или продать там. Для любителей цветов рекомендую посетить на главной улице, ближе к автобусной остановке, магазинчик с рассадой для приусадебных участков. Всякие растения, диковинные цветочки, диковинные деревца, кустики. И все это можно там посмотреть, потрогать. Вот Габриэль там даже была, случайно ногой зацепила, один горшочек и сломала. В общем, интересно, таких растений нигде не видел, они все необычные для наших краев. Судя по всему, на пляже начался прилив и часть песка стала мокрой от воды. На самом деле это смотрится, как такая стеклянная гладь, как будто бы. Если снять обувь, то очень приятно ходить по очень прогретому песку с полсантиметра, четверть сантиметра воды. Ногам просто неимоверное ощущение, всем рекомендую это попробовать. Мы походили по песочку, а еще рядышком много рыбацких лодок. Мы там пофотографировались, сняли небольшой сюжет и пошли дальше. На обед в этот день у меня снова акула, я попросил приготовить ее уже по-другому. Ее приготовили без приправы на гриле, и она оказалась на удивление тоже вкусной. Остальную часть дня я провел на шезлонге под зонтиком и посвятил этот день ничего не деланию. Когда наступило время заката, меня переместили с шезлонга на стол и стул. Немного посидев, уже стемнело и на стол вынесли свечу. С удивлением, оглянувшись вокруг, я увидел, что я оказался в том самом романтическом месте посреди моря свечей и огоньков. И решил отпраздновать это и заказал себе ром с колой. Попробовал этот ром, оказался вкусненький, но его подают теплый. Вот, а также еще и попробовал его и без колы, и с колой, и без колы. Ну, такое серое ромо, нужно пить охлажденным и вообще не злоупотреблять. На центральной улице есть легендарное заведение German Bakery. Тут продают всякие торты, пироги, короче, вкусняшек много. И этот завтрак я решил посвятить именно этому заведению, чтобы попробовать как можно больше всяких сладостей. Но, к сожалению, они настолько сладкие, что больше чем 4 штуки попробовать даже на двоих не удалось. Я взял муслима, мы отправились в магазин и выбрали там банановый пирог, манговый пирог, шоколадный пирог и еще чизкейк. Все это положили на тарелочку и продегустировали. Действительно, самый мой любимый это манговый пирог. Это то, что должен попробовать каждый. Таких пирогов, ну, нигде у нас не делают. Очень вкусная штука. Кстати, цены в German Bakery довольно-таки доступные. Всего лишь 50 рупий, а за одну порцию пирога. Всем рекомендую это попробовать. Ощущения незабываемые. И не оставят вас равнодушными. Вечером я таки добрался до местного мудреца Бабы, который живет в Омкар Гестхаус на главной улице. Немножко этот отель расположен в глубине, поэтому найти его было неспроста. Но, поспрашивав у местных, мы все-таки нашли. Баба, к сожалению, снимать не разрешают, но можно увидеть его мельком. Вот, когда мы поднимаемся на лестницу, он сидит на стульчике и встречает гостей. Посидев у местного мудреца, у Бабы мы зашли втроем. Даже сели у него на его кровать, прикоснулись, так сказать, к святым вещам. Или полусвятым, или просто добрым. И посидели, пообщались с ним на разные темы. О религии, о здоровье. Узнали его мнение по этому поводу. Рассказали что-то свое, попытались на английском языке с ним поговорить. В принципе, он очень обладает таким пронзительным взглядом. Он в своем уме и довольно быстро отвечает, соображает. И говорит, в принципе, довольно-таки умные вещи. Показали ему мою спину. Он сказал, что делать в течение нескольких дней. Куда ходить. И какие выполнять упражнения там и действия. Об этом можно посмотреть в моем влоге номер 22.1. Там будет полный отзыв о Бабе, о посещении его первых впечатлениях после именно этого визита. Потом мы еще несколько раз к нему будем ходить. И об этом уже будет в других сериях рассказано. Кстати, в Индии продают неимоверно качественный ром. Называется он Old Monk. В местной лавочке можно приобрести Old Monk 20-летней выдержки в бутылке в форме головы монаха. Также 12-летней и 7-летней выдержки. Причем в наших магазинах чаще всего продают ром 3-летней выдержки. Причем он стоит еще очень дорого. Чтобы побаловать своих друзей, я решил привезти несколько таких сувениров. И в этот день решил взять первую бутылку 12-летней выдержки в красивой упаковке. Из очень интересной и необычной еды в Индии продают самосы. Стоят они примерно 10 рупий. По вкусу это похоже на картофельник, только в слоеном тесте. С большим количеством красного или черного перца. А на ужин у нас будет новое заведение, в котором мы попробуем сыр панир. Сыр панир это домашний индийский сыр, который делают, как вы уже поняли, в домашних условиях. Это очень интересная и редкая штука. Мы решили зайти именно в это заведение, где делают и самосы, где мы покупаем домашний хлеб и тут же они делают домашний сыр. Заказали мы два варианта сыра. Называется кадай панир и палак панир. Вернее это даже не варианты сыра, это варианты блюд, в которых он подается. Подают он в такой подливе, как тушеные что ли овощи, там и горошек есть, и еще что-то. Из всего мы разобрали только сыр и горошек, и там возможно дополнительные какие-то штуки. Все это вегетарианское, поэтому мяса там точно нет. Оно на вкус очень острое и очень такое нажористое, вкусненькое. Об этом можно посмотреть в моем влоге про индийский ужин номер 22.2. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самосики, купленные с вечера, отлично долежали до утра. Утром я решил ими позавтракать и увидел, что их по чуть-чуть уже начали разносить муравьи. Прогнав мурашек, я позавтракал самосами, бананчиками, запил все это лимкой. Потом проснулись ребята, и мы снова позавтракали уже нашими полюбившимися макарошками. Купленный пару дней назад индийский домашний хлеб приказал долго жить. И мы решили положить его на нашу перила балкона, чтобы местные бурундуки его себе перетащили в гнездо и там им насытились. Но бурундуков опередили индийские муравьи, которые начали растаскивать хлеб. И можно посмотреть, куда же бегут индийские муравьи и сколько хлеба они с собой уносят. Они выставили огроменную вереницу, я проследил полностью весь их путь вдоль всего нашего балкона. И действительно вот видно, что они уносят в дырочку, и куда дальше они идут непонятно. Но понятно, что муравьев очень много. И в нашем номере вот, например, ножки стола были прогрызены, и просто внутри ножек там были муравьи, потому что им было лень оббегать, видимо, по краюшку ножки, они решили там внутри ход сделать. Мурашки были везде, они забегали и на столы, и на мыло, и в постель, поэтому постоянно приходилось все обтрушивать. И связано это было с тем, что я оставлял в номере какую-то еду, они на запах, конечно же, шли, или крошки. И вот это все их привлекало. Если бы в номере я подметал, было бы чистенько, то, конечно, мурашек бы не было. Этот день мы посвятили съемкам о том, как тяжело жить в Индии. Мы с хорошим настроением поснимали прямо на берегу под нашим номером возле скал свои первые впечатления о нескольких первых прожитых неделях в Арамболе, в Индии, в Северном Гоа. Посмотрите этот влог, что у нас получилось, и вдохновитесь тоже. В конце у нас даже был отдельный маленький ролик, где Габриэль на английском языке приглашает всех посетить Арамболе и отдохнуть. И наконец-то мы собрались силами, и этот день решили посвятить аренде мопеда. Благодаря тому, что наша соседка умеет водить мопед, нам удалось уговорить ее, чтобы она выбрала с нами правильный мопед, чтобы она научила нас на нем кататься, проконтролировала все, и чтобы мы еще сняли обо всем этом обучающий ролик, как минимум для самих себя, чтобы запомнить, что куда нажимать, потому что на мопеде мы не катаемся в обычной жизни, у нас просто нет их, у нас есть велосипеды. И мы отправились с Татьяной сразу же с утра искать ребят, которые сдадут нам мопед в аренду. Первый мопед нам, к сожалению, не понравился, потому что у него были очень жесткие ручки с шипами, и они давили, Татьяна решила такое не выбирать, ну и, собственно, Татьяна же будет нас учить. Поэтому мы согласились и пошли в следующую лавочку. Потом нам кто-то еще не понравился с мопедом, потому что что-то вроде как... Я сказал, что я не умею, а вот эта вот женщина умеет. Вот. И он сказал, что не захотел снова. Я понял свою ошибку и всем уже говорил, что мы хорошо умеем водить мопед. В итоге на главной улице мы нашли мужчину, который согласился сдать нам в аренду за вменяемые деньги. По-моему, это было 250 рупий на вечер, а нам нужно было всего на пару часиков. И он попросил оригинал паспорта. По-другому никто сдавать не хотел. Мы уже всех задолбали на этой улице, без оригинала никто не хотел нам сдавать. Ну, естественно, оригинал паспорта оставлять очень стрёмно, и хотя бы нужно было собрести какую-то предосторожность. Я попросил показать его, где он живет. Вот. В итоге он отошел немножко вбок, в улочку, и показал, говорит, я в этом доме живу. Там как раз на крыльце были какие-то женщины, и я спросил, этот мужчина живет здесь? Они так как-то насторожились? Ну, он нам говорит, а вы скажите, что я тут живу, и все будет хорошо. Они такие, да, да, он тут живет. Ну, во всяком случае, примерно хоть можно было найти людей, которые его знают на всякий случай. Все формальности были соблюдены, нам выдали мопед, а потом оказалось, бац, что в нем нет бензина. Ну, есть в смысле, но якобы там его ненадолго хватит. Ну, на всякий случай, я не знал, сколько он был мучиться кататься, я взял еще литр бензина. По-моему, 70 или 80 рупий дополнительно. Он его, естественно, не выдал нам в бутылке, хотя я взял, хотел взять в бутылке, он его вылил на всякий случай в бак. Ну, и мы отправили Татьяну за угол сразу, а потом дошли пешачком, чтобы никто не знал, что мы не умеем на нем водить. И там уже начали учиться водить мопед. Об этом посвящена целая-целая серия, где, как это все происходит, даже все подробно рассказано. Как научиться ездить на мопеде в Индии. Посмотрите об этом влог. Влог номер 25 посвящен тому, как же научиться ездить на мопеде, что для этого нужно. И как у нас это происходило. Мы научились с муслимом вместе кататься на одном мопеде и по отдельности кататься, возить друг друга, объезжать препятствия. Все это происходило ночью, мы привыкли к движению Индии, потому что нужно прямо двигаться по левой стороне, а в обратную встречная полоса будет с правой руки. Обычно в наших странах это встречное движение идет по левой руке. Привыкнуть очень сложно. Да и к тому же в Индии очень много лихачей. В Индии нет дорожной разметки. В Индии местные туристы катаются не только по левой стороне, но и по правой едут. Короче, все ездят хаосно, все вибикают. И даже ночью есть ребята, которые просто ездят без включенных фар и могут наехать на тебя. Может быть, у них просто фары поломались. В общем, очень-очень напряженное движение, что днем, что ночью. И очень опасное для тех, кто не разбирается в этом. Нужно с собой брать хотя бы шлем, не гнать. Выглядывать, если вы не умеете, у вас маленькая практика езды, выглядывать за каждый поворот. Смотреть, что там куда, чтобы не причинить себе никаких травм. И мопедовался нам тоже. Обо всех переключениях и трудностях на мопеде смотрите во влоге номер 25. А вечером, после возвращения с покатушек на мопеде, нас дожидался продавец музыкальной лавки. На удивление, уже лавка закрывалась, уже было, наверное, 22 или 23 часа. И мужчина стоял и ждал, видимо, только нас. Он был настроен уже все-таки продать нам DJ Edo, а возможно еще что-нибудь. Ведь я ходил к нему уже на протяжении недели и торговался с ним. Хочу напомнить, что DJ Edo нам предлагали за 6 тысяч рупий как минимум, а барабан за 4,5. В общем, после длительных торгов и уговоров, все-таки удалось купить DJ Edo, по-моему, за 1800 рупий. И барабан, по-моему, за 1400 рупий. Это неимоверная скидка. Я бы не сказал, что это по себестоимости, но это довольно-таки дешево для Индии. Барабан и DJ Edo мы на следующее утро опробовали. Сделали такую музыкальную импровизацию. Можете послушать это прямо сейчас. А также я привез их все-таки домой, потому что у меня был второй рюкзак. Дома они тоже живут отлично. Барабан уместился в один рюкзак, в который я набил кучу всякой еды и сувениров. А в другой рюкзак положил тоже еще и DJ Edo, он разборной. Очень все удобно. Субтитры сделал DimaTorzok В этот день я выполнял инструкции бобы и активно купался в море. Двигал лопатками вот так вот руками назад, чтобы что-то там в спине, в общем-то, размять. А потом несколько часиков лежал и спал прям спиной на песочке. Так сказать, прогревал. И потом к нему прошел вечером. И еще он поразминал там и опять-таки дал указание, что делать дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Также я посетил кафешку, в которой делают местную пиццу. Пицца в Индии довольно-таки интересная. Вкусная и необычная. Не похоже на то, что у нас, видимо, и приправы у них другие, и тесто. Стоит в среднем, по-моему, около 300 рупий. Это очень хорошая цена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кафешка, где я пробовал пиццы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Холодный, холодный, со льдом, манговый сок, манговый фреш. То, что нужно. В этот вечер был завершен последний сеанс у Бабы. Баба занимается акупунктурным массажем. Он сказал, что ты все делал правильно. И теперь я даю тебе специальную штуку, такую штуку силы, я не знаю. Только небольшой квадратик, в котором непонятно, что находится. Это, скорее всего, какая-то аюрведическое зелье, средство. Чаще всего это может быть, например, коровьей лепешки кусочек или еще что-нибудь. В общем, в итоге эту штуку нужно носить на правом предплечье. И зашить ее нужно в такой поясочек. Но, к сожалению, ни ниток, ни иголки у меня не было, поэтому я попросил, чтобы Баба это сделал сам. Потом в следующей серии мы сходим к нему в джунгли, где он сошьет из лоскуточка из моих труселей, которые лежали на входе в мою гостиницу как раз, потому что они порвались по приезду. Он сошьет специальный такой браслет-амулет. Также Баба сказал, что ночью можешь спать спокойно, я буду от тебя работать с тобой. Пока ты будешь спать, ничего не бойся, если почувствуешь что-то, то спокойно засыпай. И действительно, в одну из ночей, сразу после этого, где-то посреди ночи, я почувствовал, что как будто бы что-то толкает меня в бок. Я проснулся, и какое-то было очень странное ощущение, но потом подумал, ладно, все нормально, и лег дальше спать. И это повторялось, по-моему, еще два раза. В следующие ночи я просто ложился очень поздно, видимо, мы не состыковывались как-то на этих уровнях с Бабой. И где-то там в три часа ложился, и Баба, я уже потом ничего не чувствовал. То есть, вот где-то две ночи были какие-то неимоверные, такие вот странные ощущения, которые я никогда не испытывал, как будто бы присутствие. И как будто бы что-то меня толкало, то ли в спину, то ли в бок. По итогу, после этих прогреваний песком и акупунктурного массажа со спиной, конечно же, стало намного легче. Ну, после любого массажа, если честно, становится легче. То есть, позвоночник перестает болеть, появляется какая-то легкость, конечно же, потому что там все эти соли, отложения, да и кровообращение улучшается и так далее. На следующий день мы пошли через джунгли к Бабе. И об этом можно посмотреть в моих влогах, какая на самом деле дорога в джунглях, как добраться до Бабы и как вернуться обратно оттуда. Также вырезал из трусов, которые лежали на входе у меня в номер, такой длинный лоскточек ткани и принес Бабе. И, в общем-то, он все из этого сделал, такой вот амулет, зашил туда вот этот вот маленький квадратик, неизвестно с чем. И я ходил потом еще довольно длительное время и носил его на предплечье. Вот так это все выглядит. По дороге от Бабы мы увидели, что кто-то сушит кожуру от кокосов. А в одном из видео из интернета, где коптят, по-моему, там угри или еще что-то, я увидел, что можно очень хорошо и быстро коптить на кокосах. Тогда я загорелся этой идеей и вечером, под покровом тьмы, мы все-таки зашли и набрали полный рюкзак вот этих вот сушеной кожуры. Там такая волосистая, волокнистая. И потом я ее все-таки из Индии довез домой. Она легкая, но объемная. Буквально через полгода после этого мы сняли с Муслимом и Габриэль ролик о том, как коптить рыбу. Это тоже вы когда-то все увидите. Когда дойдут руки до монтажа. Я надеюсь, что это будет очень скоро. Еще мы решили зайти в магазин в Арамболе, чтобы закупить еще дополнительно сувениров. В этот раз закупка была именно по романтическим палочкам. Очень подробно я разглядывал каждую коробочку, посмотрел, что сколько стоит, понюхал каждую. Причем запахи у них пока не подожженные. Очень специфические. И такие довольно-таки резкие, их опасно нюхать. Но я набрал большую-большую кучу этих палочек вонялочек и все их, конечно же, привез. Здесь раздаривал и сам, так сказать, обкуривал, как это даже обкуривал, облагованивал и пляжи, и парки. Мы ходили просто с друзьями, сидели на подстилке и включали такую палочку. Она вокруг распространяла свои благовония, благоухания. В общем, интересная штука. Но в квартире, если ее зажечь, у нее очень сильный такой приторный запах, то, что в закрытом помещении. И потом, где-то еще недельки-полторы, если она очень крепкая, то могут какие-то вещи пахнуть. И вообще, друзья говорят, о, ты сжег здесь палочки, хотя уже месяц назад ты их сжег на самом деле. Этот вечер у нас очень экстремальный. Мы решили ночью посетить джунгли и набрать воды. Ну, чтобы просто так их не посещать, а заодно и набрать воды. И пошли прямо ночью, прямо в такое опасное путешествие, вооружились фонариками, камерами. И посмотрите, что там и кто живет, и нападет ли о нас дикая обезьяна или змея. Дорога в джунгли очень сложная, потому что сама тропка идет по каменистой такой узенькой, так сказать, маленькому вытоптанному пространству. Маленькой дорожке, тропинке. И оно все это еще с такими камушками. И так как мы в шлепках, то ходить не очень-то удобно. По-моему, даже одели вот это аскеды, хотя я не уверен. Как происходил ночной поход в джунглях, можно посмотреть в моем влоге номер 33. В джунглях мы встретили жабку, посмотрели на рыбок, которые там плавают. Жабка была такая тихая, усидчивая и никуда не убегала от нас, пока мы набирали воду. Возле источника ночью были люди, которые опять-таки тоже набирали воду. На обратном пути мы вернулись из джунглей, выбрались, все живо-здорово, вода набрана, экстремальные ощущения получены. Это утро я посвятил упаковке моего порвавшегося рюкзака. В него я поместил барабан, а прямо внутрь барабана получилось положить стеклянную лапшу. В таких больших упаковках у нас на тот момент ее найти было очень сложно. Только в конце года ее стали продавать в одном из супермаркетов, в таких вот больших тоже упаковочках. Потом мы отправились закупиться фруктами на день. И возле автобусной остановки решили посетить несколько магазинов. И я в первый раз тогда держал большую-большую банановую гроздь прямо на палке. Все вот это как оно в живую выглядит, очень интересно. Также мы попили еще раз сахарный тростник, нам его уже сделали по 10 рупий. И неожиданно встретили парня, который приехал со своей женой из России, чтобы устроить здесь натуральные естественные роды. Они рожали прямо на пляже Мандры, между лодочек. Вот так вот он рассказывал. После этого мы зашли в магазин сладостей и выбрали большую-большую коробку ассорти. Всего по одной, по две штучки. Примерно вышло на 350 рупий. Все это я завернул и постарался довезти аккуратно в Украину, чтобы порадовать маму. Маме очень понравилось. Сладости мы уже пробовали ранее. Они примерно плюс-минус все сладкие и очень близкие, похожие по вкусу. Это всяческие шарики, всякие такие из непонятно чего сделанные, всякие вкусняшки. Ну, довольно интересно. У нас такое не продают. Это все похоже на какую-то вот типа как домашнюю что ли выпечку, какую-то ручную работу. Очень интересно, чтобы приобщиться к индийскому, в общем-то, образу жизни, колориту. Надо это попробовать. Ну, много не берите. Оно плюс-минус одинаковое. Но интересное. Очень вкусненькое. Продолжая собирать сувениры для друзей в Украине, мы зашли в большой магазинчик сувениров, где можно посмотреть, что продают практически все. Мой выбор пал на самое оптимальное. То, что у нас очень популярно, это магнитики на холодильник с всяческими индийскими картинками. Там пляжи, лодочки и так далее. Мы их, по-моему, набрали, только я купил, по-моему, штук 9 или 12, я уже не помню, огромную жменю. И чем больше берешь, тем, в общем-то, и скидка хорошая. Да и Муслим тоже взял жменю. Нам продали за то, что мы брали только большое количество по очень низкой цене. Также, мы посмотрели, там продают всякие мотоциклы, всякие горшочки, всякие кальяны и так далее. Все это можно купить в лавке с сувенирами на центральной улице. Причем там таких лавок очень много. И как раз уже был конец сезона, все лавочки закрывались, поэтому цены были тоже снижены. Купили в этот раз в соседнем продуктовом магазине еще и настоечку Фенни. Это из плодов кешью такой алкогольный напиток, по-моему, там 40 с чем-то градусов. Маленькая бутылочка стоит в районе 10-15 рупий. И купили немножко слабо в алкогольных напитках, типа Бокарди, Ромс, всякими... Типа как у нас Ромс колы продают. Вот там такое тоже Покарди, только настоящий, я думаю, что там Ром. Мы зашли в индийский магазин одежды, причем брендовой одежды какой-то, где все стоило примерно 800 до 1000 рупий какие-то футболки могли стоить. Действительно очень интересные качественные принты на них, но они опять-таки слишком специфические для того, чтобы их покупать у нас. И по такой цене можно реально купить какие-то брендовые вещи, типа, например, той же Дольче Габбаны, Зары, Монтлер или еще что-нибудь. Поэтому я не рискнул покупать за такие бешеные деньги индийские футболки. Ну вот. И так же самое мы смотрели и Габриэль какие-то вещи. В общем, почти всю витрину пересмотрели, сняли это, чтобы вы смогли посмотреть на видео, что все-таки продается в брендовых магазинах. Также в магазине был кондиционер, я думаю, что именно поэтому мы там провели достаточно времени, чтобы остыть, ведь на улице очень жарко. Дальше мы решили посидеть на пляже, ведь это последний мой день в Индии полноценный. И на пляже мы подегустировали немножечко местные слабоалкогольные напитки. И, конечно же, сегодня в последний день мы снимали видео о том, как мы снимаем фото и видео о том, как мы снимаем видео. Там можно посмотреть все, что происходит за кадром, как это все происходило. На самом деле, каждый музыкальный клип или каждую какую-то постановочную фото мы все это снимали на фотоаппарат Canon. У него очень хорошее качество фотографии, почти полноразмерная матрица. Не то, чтобы сильно полноразмерная, но почти. И этого достаточно, чтобы снимать видео в NTC в формате 30 кадров в секунду. Очень хорошие получаются цветастые, такие насыщенные фотки, особенно если их еще подкрутить в фотошопе. И видео получается, в принципе, хорошее. Там качество звука очень офигенное. И вот все это, как мы снимаем. Показано в двух роликах, как мы снимаем фото, как мы снимаем видео в Индии за кадром. Показано, сколько мы делаем на самом деле дублей, причем это очень кропотливый труд. И практически, если мы начинаем снимать какое-то постановочное фото или видео, то это занимает несколько часов. Потому что нужно найти правильное положение человека в кадре. Правильно сделать несколько движений, чтобы это смотрелось более-менее красиво или эффектно. А потом еще и выбрать из этого самое лучшее и смонтировать. Все это одновременно просматривается. Результат сразу же там на месте, чтобы... Потому что вернуться в это место уже навряд ли получится в ближайшее время. И, конечно, хотелось сделать все качественно. Именно этому посвящены еще два влога о том, как снимались за кадром видео и фото. У нас уже был с собой штатив. Мы посетили музыкальную лавку, которая оказалась открытой. И продавец радостно нам разрешил все это у него поснимать, поспрашивать, все потрогать, все, так сказать, обо всем расспросить. Посмотреть, как он работает с клиентами, как он торгует. О, я не буду платить 500. Он хочет в 10 раз дарить 50. Парень для этого 50. 50. Это было 10 из этих. Я знаю, что это не пропало после 2 дней. Может, если ты пытался... Нет, нет, нет. Ну, в общем, проникнуть именно в закулисье музыкального магазина в Индии. Я перепробовал несколько музыкальных инструментов. В основном я брал гитары. Габриэль брал даже флейту. И на гитарах вот можно послушать, что я исполнил. Посмотреть, как звучат инструменты. Хотя они и не супер точно настроены там. Ну, если нужно взять там в аренду, то это отличный вариант. Побрончать гитару, если вы очень любите музыку, привязанно к этому с собой гитару тащить не обязательно. Можно просто взять там инструмент, в номере оставить и тихенько играть. А можно и брать с собой на какие-то пляжные вечеринки. Гитара там, в принципе, по доступной цене можно и купить, а можно и арендовать там, по-моему, что-то в районе 100 рупий в день. То есть это вообще ерунда. Вот так звучит гитара, сделанная в Индии. Вдоволь наснимавшись музыкального магазина, что продается у них там на витрине, какие всякие безделушки, что откуда привозят, какого все качества, мы отправились дальше уже к себе в номер. Очень большой и подробный влог о том, какой музыкальный магазин в Индии, можно посмотреть в моих видео. Называется влог номер 39, обзор музыкального магазина. По дороге мы встретили нашу соседку, которая нас учила водить мопед. И, конечно же, необходимо было ее как-то отблагодарить. Мы купили небольшую бутылочку местного рома, 7-летней выдержки, также колы и всяческих других сладостей. Вечера пришли, и соседи уже накрывали стол по поводу моего отъезда. Также к нам присоединился еще какой-то, по-моему, немец, который занимался благотворительностью, обучал детей с ограниченными возможностями, ездил по разным станам, продвигал эту тему. И все мы вместе очень хорошо посидели, покушали кукурузку, всякие там местные фрукты, салатики, попрощались со всеми, поблагодарили всех и отправились уже по домам спать, потому что утром просыпаться нужно очень рано, и на утро уже такси забронировано. Чтобы не терять время зря, очень хотелось еще немного снять какого-то хорошего, качественного видео про Индию, что там происходит. Мы сняли большой обзор индийских фруктов, кушали манго, кушали папайю и так далее. Как раз это было в последний мой день, когда мы находились утречком там, я проснулся рано и начал упаковывать рюкзаки. Рюкзаки на самом деле очень тяжелые, неимоверно тяжелые, и я с ними смотрюсь, в общем-то, как это странно. Один я держал сзади, другой держал на груди спереди, и третий еще в руке нес, это которая ручная кладь. Вместе они очень тяжелые, и передвигаться с ними практически невозможно. Ну, до такси дотащить у меня получилось, мне помогал муслим. Мы нашли таксиста, который уже поджидал нас на главной улице. Конечно же, он сказал цену выше, чем мы договаривались там пару дней назад. Но в итоге мы все-таки вернули ему память и договорились все-таки на старую цену. Попрощались с муслимом, Габриэль. По дороге к нам прицепился, когда мы уже садились в такси, какой-то местный продавец барабанов, который вот тогда, если помните, в узком таком помещении, очень громко играл на барабане. И прицепился, что я пообещал ему купить барабан. И, конечно же, там нельзя было по-другому не пообещать, потому что там реально продавцы очень навязчивые. И они просто там могут даже пройти с тобой полквартала и тянуть тебя за руку. Типа, пойди, посмотри, обязательно купи. И чтобы он от меня отвязался, я ему сказал, да-да, все, я обещаю купить. А потом он к этому еще прицепился, к этим словам. И, конечно же, не давал даже сесть в такси. И реально отвлекал, уже задерживал нас. Пока мы садились в такси, подошел еще иностранец Марио. Удалось договориться по поводу стоимости приезда уже не за 1200 рупий, а всего лишь за 800. Хотя могли бы сделать еще и дешевле, потому что ехало-то нас двое. В дороге со мной оказался иностранец Марио. Он занимается там что-то вроде видеосъемкой и монтажом каких-то рекламных роликов в своей стране. По дороге мы очень мило поболтали, поделились впечатлениями об Индии. И я смотрел в окошко и смотрел, как мы проезжаем всяческие индийские виды. Смотрел местные постройки, архитектуру быт. Мы проехали на поселок, город Мапса, в котором самый большой рынок у них продуктовый. И дальше мы доехали в сторону аэропорта Дабу Алим. Вот. В Дабу Алиме мы вышли и начался уже обзор непосредственно того, что происходит в аэропорту. Какая там технология и процедура посадки, как можно проверить рюкзак, как его можно замотать. Сколько он проходит контролей. Можно ли выходить из зоны, в которой проверили рюкзак, в зону ожидания. И потом можно ли сдать. Все это можно посмотреть в одном из индийских влогов под номером 43. На самом деле оказалось, что нельзя выходить после того, как проверили багаж, в зону ожидания. Потому что, когда я вернулся, чтобы сдать багаж на посадку уже, оказалось, что нужно снова его перепроверять. И в итоге я несколько раз встал одну и ту же очередь. Ну, ничего страшного. Зато я уже запомнил и примерно буду знать, как это работает при следующих перелетах. В Доболиме такой скромный очень аэропорт. Хотя можно тоже что-то купить, что-то перекусить всяческими штуками. И можно посетить, посмотреть торговые там какие-то лоточки. Самолет компании Jet Airways предоставляет также питание на борту. Наконец-то я лечу. Возвращение обратно на родину уже в самом разгаре. Я уже успокоился, потому что багаж сдан. Это самое сложное. Сесть на самолет и начать свое движение обратно. Потому что главное его не пропустить. В самолете я покушал, посмотрел в окошко. Там дают всякое разное. Причем в этот раз я уже наловчился. И каждый раз просил две порции. Одного блюда и другого другого. Потому что очень хотел попробовать все, что дают. Чтобы еще немножко остаться в этом индийском, так сказать, окружении продуктов. В индийском окружении всего. Со мной сидел очень большой тучный мужчина. Который очень был вежливый. И постоянно старался, чтобы не задевать меня. А так немножечко боком вот так вот стечь. Чтобы руку свою убрать. И видно, насколько он большой. Особенно он удивился, когда я взял две порции еды. Видно такой кадр, когда он так посмотрел на меня искоса. Еда острая. Конечно же, очень острая. И чем я занимался? Я так кушал. Рассматривал, что там дают. Всякие брошюрки. И смотрел в окошко. Виды просто неимоверные. Летать мне нравится. Потому что там облака. Потому что это то, что нельзя увидеть именно на земле. Это необычно очень для человека, который никогда не летал. Смотреть то, что происходит за иллюминатором самолета. Наконец-то мы приземлились. А приземлились мы в Мумбаи. Мумбаи это очень большой аэропорт. Мне он сразу понравился. Там есть всякое разное. Можно ходить везде, все снимать. В аэропорту Мумбаи можно приобрести целую кучу всяких полезных и неполезных вещей. Например, там есть и майки, и футболки, и подушки. У меня осталось небольшое количество рупий. Я купил какой-то пирожок, булочку, шаурму с очень острой курицей, о чем потом пожалел. Это было еще в прошлом аэропорту. А в Мумбаи я все-таки ничего, по-моему, не смог найти, что потратить. И эти деньги так и уже увез с собой. Зато посмотрел, что происходит в Дьюти Фри. Интересно, что там есть такие подушечки для головы. Они мягкие и не складываются. А когда едешь в автобусе, лучше, чтобы они надувались и сдувались, чтобы они мало места занимали. Их можно тоже оттуда увезти. И тут меня ожидал неимоверный сюрприз. При посадке на самолет мне объявили, что вы получаете билет бизнес-класса, первого класса. Я так говорю, ох, ничего себе. Ну давайте, скорее всего, самолет пускают уже в расход. Вот я подумал, все, пассажирам дали последний раз поваловаться всякими вкусностями перед тем, как самолет упадет. И я очень, если честно, переживал. Для бизнес-класса специально есть автобус. Он приезжает последним. Сначала сидят все обычные люди, а потом приезжает бизнес-класс. И ты входишь последним, садишься. И, о чудо, мое сидение, мое кресло, мое место оказалось номер 1А. Это самое первое кресло в самолете. Причем еще перед ним никто не сидит и очень много свободного места. Таким образом можно вытянуть ноги вперед и расслабить их наконец-то. Потому что обычно в самолете впереди кто-то сидит. И так, чтобы ногами побултыхать, нет возможности. Еще у нас в первом кресле, на первом месте, еще на первом сидении можно посмотреть телевизор прямо на стене. В отличие от тех, кто смотрит телевизор на спинке. А также еще можно посмотреть, что же дают в бизнес-классе. Давайте я расскажу, что там предлагали. Самое интересное, это лежала на сидении уже сумочка. Сумочка была запечатанная и когда я ее открыл, там всякие косметические принадлежности и блеск для губ и так далее. Обзор этой сумочки я сделал отдельно у себя на канале. Можете найти это видео, посмотрите, что же там внутри. Вот. Также в бизнес-классе, оказывается, можно заказывать все, что хочешь. Неимоверно огромное меню, чувствуешь себя прямо как какой-то шейх в ресторане. Все очень интересно и все неограниченное. Поэтому первое, что я заказал, это качественный апельсиновый сок. Он, конечно же, подается в стеклянной посуде. Это очень приятно. И он отличается в более насыщенный, по-моему, скорее всего, это фреш. Также заказал супер-мега-сэндвич с индейкой авокадо. Вообще, сэндвич это самое лучшее, что я пробовал на борту самолета. Если бы я знал, что это делают так долго, то заказывал бы их постоянно. Получается, ты делаешь заказ где-то минут 20, выбираешь, продумаешь, может, минут 10. Потом тебе еще доставляют еще минут 20. Потом ты это кушаешь минут 20 и все повторяется по кругу. В районе где-то час. Поэтому лучше сразу планировать что-то хоть, чтобы тебе принесли. Но еще учитывать, что столик, который, кстати, на удивление выдвигается прямо из подлокотника, очень маленький, поэтому слишком много всего заказать не удается. Бутербот суперский. Как раз в этот момент у меня села последняя батарейка на GoPro, которую я не смог найти, где зарядить. Кстати, в бизнес-классе почему-то USB, от которого заезжали, тоже не работал. Но все остальное было на высшем уровне. А из другого подлокотника выдвинулся телевизорчик. С супер-мегаэкраном и огромными качественными наушниками. Поэтому я заказал еще бокальчик вина и смотрел передачу под названием «Марсианин». Это фильм такой про путешествия на Марс, как там, что происходило на этом Марсе. И все это тряслось вокруг, и самолет все гудит, и ощущения очень приближены к реальности. Отличный фильм для просмотра, я, по-моему, еще нашел на русском языке. Так, я отвлекся на фильм, что всего успел заказать, по-моему, два или три раза еду. Два раза я заказывал этот сэндвич. А один раз я заказал какой-то там омлет с шашнит-луком и еще что-то там, и какие-то колбаски. Но омлет мне, если честно, не понравился. А вот сэндвич я покупал бы снова, ой, заказывал бы снова. Также у них очень вкусное вино. У нас такого не подают, там, какой-то 2000, там, какого-то там, шестого года, четвертого. Тоже это есть у них в менюшке, можно посмотреть. И во влоге о том, как я летел в бизнес-классе, все это подробно показывается и рассказывается. Самолет очень комфортабельный. Это компания Etihad Airways. Кресло раскладывается, можно поспать, полностью лечь. Оно под любое положение, можно полностью лежать. Там выдвижные, такая подставочка под ноги, то есть как кровать получается. И практически ты там можешь спать. Ну, естественно, бизнес-класс. Спать я не очень хотел, нужно все попробовать, везде все посмотреть. Да и в окошко посмотреть тоже, чего стоит. Но окошки, кстати, закрывают в какое-то время. И потом, когда наступает утро, их открывают, начинают всех будить. Сервис суперский. Еще дают плед и подушечка такую цветную. Но ни плед, ни подушечка, в этот раз я решил с собой не брать. Потому что они слишком заметные и большие. И вот я долетел на этом супер-мега самолете от Etihad Airways в бизнес-классе до Москвы. Прилетел я в аэропорт Домодедова. И тут, собственно, самая последняя-последняя трудность, сложность. Это договориться на BlaBlaCar о том, чтобы ехать в Украину. К сожалению, первая поездка BlaBlaCar сорвалась как раз где-то за час до того, как должна была приехать машина. Я провел в аэропорту около 12 часов. Я уже думал, что буду и ночевать тут. И все-таки под самый-самый вечер, где-то 22-23 часа, прямо к аэропорту подъехал мини-вэн. Как обычно, это опять-таки бизнес. И меня, в принципе, погрузили с всеми моими рюкзаками и сумками эту машину. И без проблем мы прошли все таможни, довольно быстро добрались до украинской части. И все, в общем-то, я уже в Одессе. Я уже дома. Вот такая вот поездка в Индию. Сразу по приезду в Одессу я сел за монтаж первых серий об Индии. Когда монтаж был закончен, последняя серия была номер 48. 48-й влог это очень большой и подробный музыкальный клип с разными местами под хорошую, позитивную музыку. Очень рекомендую посмотреть. Видео действительно вдохновляющее, заряжающее позитивом и мотивирующее. Итак, влог номер 48, музыкальный клип. Переходите, смотрите. Ссылки я оставлю, конечно же, в описании, потому что этот влог очень прикольный, очень красочный. Влог номер 49, 50 и 51, вот этот вот, это видеообзоры про видеоотзыв про Индию, о том, что там происходило, как я все это вижу со стороны, как мне там понравилось и как, что это, в общем-то, я отдыхал, как я это в себе чувствовал и ощущал. Если вы это посмотрели, спасибо большое. Я рад, что вы все еще смотрите этот канал. Не забывайте подписываться и ставить пальцы вверх. Сериал про Индию подошел к концу. На данный момент это 51 серия на моего влога. Пришел ко мне в гости Муслим, чтобы попрощаться со зрителями, которые смотрели серии про Индию. Да, спасибо, что были с нами, вот, я надеюсь, вы смотрели все наши ролики. Как мы путешествовали с Вовой из Габель по Гуа, у нас до сих пор продолжаются наши видео на нашем канале. Мы вместе с Вовой сняли очень много видео, единственное, что мы были немножко более долгий промежуток времени. Поэтому наши видео продолжаются до сих пор, хотя мы уже тут, вот, и мы обязательно с Владимиром вместе будем записывать какие-нибудь дальше видео и радовать вас. Тем более, на самом деле, сейчас наступил уже декабрь, так сказать, середина декабря 2016 года. На данный момент... Да, практически 2017 на дворе. С момента нашего возвращения в Украину прошло достаточно много времени. У меня снято огромное количество всякого материала из жизни, всяких путешествий. Также мы с Муслимом и Габриэль снимали то, как мы готовили копченую рыбу на кокосах. Об этом тоже выйдет обязательно ролик. И куча-куча всего еще в нашей жизни происходило уже с момента возвращения из Индии. Поэтому будем рады, если вы будете оставаться с нами на канале, и вам будет интересно следить, что у нас происходит, куда мы ездили, и слушать, смотреть наши обзоры. Да, у нас обязательно будет еще очень много интересного, и вместе с Владимиром, и вообще в нашей жизни случается много всяких интересных штук. Так что подписывайтесь на наш канал, у нас обязательно еще будет очень много интересного, у нас будут другие интересные путешествия, мы еще будем готовить обязательно что-нибудь интересное. До новых встреч, оставайтесь с нами на канале, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь обязательно, рассказывайте друзьям. Если вам интересно, что мы делаем, пишите обязательно комментарии, чтобы вы хотели увидеть что-нибудь следующее в наших сериях. Тем временем, я думаю, что это видео выйдет через неделю после того, как мы записали данный отрывок, и вы сможете увидеть последнюю 51 серию влога про отзывы об Индии. Да, такое получилось, что у нас немаленькое путешествие, больше чем 50 серий, не все влогеры, так сказать, долетят до середины Днепра. Так что оставайтесь с нами, мы будем круче всех, и пока-пока. Пока-пока, хорошего вам настроения. Настроение. Давай раскрасим серый мир, чтобы для нас все стал цветным, наполнен ярких красок. Ты скажешь мне, что я никто, я сделаю тебе назло. На все способен.